Оксана, добрый день! Отвечаю на ваш вопрос по поводу удлинения рукавов. Сложно это сделать в канале, поэтому давайте покажу короткое видео. Смотрите, у нас есть с вами футболка. И как мы уже работаем с всем остальным, нам нужно взять, выделить какие-то точки, какую-то область и их потянуть. Я больше всего люблю выделять их инструментом лосо, либо инструментом прямого выделения белой стрелочки. Вот в данном случае белой стрелочкой получается выделить, но иногда не получается, тогда можно просто прочертить эту зону лосо. Вот таким образом, смотрите, вот так вот мы будем выкручивать, и все точки, попавшие внутрь зоны лосо, выделятся. Теперь вы можете либо клавишами, либо, соответственно, мышкой крутить. Вот видите, я две точки не поймала, и они у меня не зацепились, не идут вниз, поэтому придется ее рукой дотянуть. Вот одна, и вот вторая строчка. Их надо вернуться. Перепутала места, но это вверх, это вниз. Вот, соответственно, у нас получился длинный рукав. И здесь вы уже можете его, например, выбрать две точки, его обузить, расширить и так далее. Еще раз, по низу рукава у нас есть точечки, которые нам нужно выбрать. В принципе, для моделирования вот отстрочка не нужна, ее можно потом нанести, потому что у вас может поменяться форма рукава, например, добавится манжет. Или вы просто можете схватить и потащить. Таким образом, рукав у вас удлинится. Вы можете его отрезать, например, вот так. У нас есть инструмент нож. И вы можете ножом отрезать лишнее. Вот у нас с вами получилось два объекта. Вы можете взять какую-то точку, потащить ее куда-то, задвоить, затроить, сделать другую форму рукава. Ну, я сейчас очень условно, да. Но таким образом тоже создавать моделирование рукава. При этом, как и в конструировании, у нас с вами остается линия проймы неизменная. Ну, если изначально был рукав, да, если у вас было изделие без рукавов, то, естественно, линия проймы, она немножечко по-другому кроится, ну, что вам известно, да. Так и здесь она строится по-другому. Если у вас уже вшит какой-то рукавчик базовый, то вы его можете в разные стороны потянуть, сделать саму форму рукава другой, сделать на него какие-то складки, оборки, фонарики, расширить, сделать его двойным, с подворотом, с манжетом. Все-все-все, что вам нужно. Но вот таким образом, схватив точки, можно, например, короткий рукав удлинить, там, да, три четверти до длины или длинный рукав просто обрезать. Вот, как вариант. А уже форму, какую вы хотите видеть, она зависит непосредственно от того, что вам нужно. Да, вот я вам пример показала, как я удлинила, потом ножом просто долбанула. Такое тоже может быть, так тоже может быть. Можно точками туда-сюда. Попробуйте сделать, если появится еще вопрос, напишите мне, я обязательно на него отвечу. Спасибо.